Привет, я Дмитрий Мамонтов и сегодня вся правда о приседаниях. Сейчас я вас попугаю. Если вы хотите красивую фигуру, попу, встроенные ноги и приседаете с большими штангами неправильно, это вообще ужас, это нагружает вашу спину, нагружает ваши колени и вы не только не получите долгосрочный результат, вы можете получить очень серьезную травму. Я не хочу, чтобы это было с вами, поэтому следите очень внимательно за техникой выполнения. Что самое главное в приседаниях? Осанка, осанка и отсутствие больших весов. Если вы правильно будете концентрировать ваше внимание, напрягать каждую мышцу вашего тела, будете делать небольшие паузы внизу и донапрягать мышцы вверху, вы получите еще больше результат без весов. Не надо веса, поработайте собственным весом и потом постепенно можно добавлять, но только с правильной техникой. Что дает приседание? Приседание это одно из самых эффективных упражнений, которое включает гормональный фон. В нем задействованы практически все мышцы нашего тела, поэтому если вы хотите кубики на прессе, вам надо приседать. Все думают, надо качать пресс, но нет. Я вас удивлю. Техника приседания. Я советую, когда мы приседаем, держать колени, не выводя их за линию носка, при этом сохраняя осанку. Если вам тяжела эта техника, подложите под пятки небольшие бруски, либо просто встаньте на какую-то небольшую возвышенность. Освоите правильную технику, чтобы колени не заходили за линию носка. И потом в дальнейшем вы будете выполнять это упражнение с идеальной техникой и уже сможете без помощи этих брусков выполнять правильное упражнение. Первое. Колени не выходят за линию носка. Второе. Сохраняем осанку. Это очень важно. Втягиваем живот. Следующее. Опускаемся до линии 90 градусов. Можно немножко ниже, но это если позволяет ваша растяжка. Если во время того, как вы опускаетесь ниже линии 90 градусов, у вас начинается структуриться спина, вам не надо приседать так глубоко. Теперь следующее. Выпрямлять колени, либо нет. Категорически не выпрямляем колени. Это перегружает ваш сустав и не дает полноценно получить всю нагрузку. Оставляйте амплитуду верхнюю и не выпрямляйте колени. Амплитуда должна быть небольшая. Потому что мышцы ваши в верхней амплитуде расслабляются. И чтобы этого не допустить, мы не выпрямляем колени вверху и оставляем еще небольшой угол вверху, чтобы наши мышцы еще получили нагрузку. И потом опять опускаемся вниз. Поднимаемся вверх, фиксируем, напрягаем ягодицы и опускаемся вниз. Вот это правильная техника. Для того, чтобы освоить технику, выводите руки вперед. Это даст вам баланс. И у вас получится правильная техника. И вверху напрягаем ягодицы, колени мы не выпрямляем. Для того, чтобы почувствовать внутреннюю часть бедра, мы разводим носки наружу и фиксируем внимание на этих мышцах. Если мы хотим укрепить больше бедро, мы ставим ноги уже и уже будет больше включаться у нас передняя поверхность бедра. Вверху отводите плечи назад и фиксируйте осанку. Это еще придаст дополнительную нагрузку на все тело. Колени не выпрямляем, плечи назад. Напрягаем вверху ягодицы, отводим плечи назад. Хорошо, если вы хотите укрепить больше ягодицы и еще больше акцент на внутреннюю часть бедра, ставьте ноги широко. Это будет плие-приседание. В этом случае колени идут в линию с носком, как бы в стороны. Руки при этом тоже либо вперед, либо внизу. Так больше задействуются ягодицы, внутренняя поверхность бедра. Это очень эффективное упражнение. А в школе нас как учили приседать? Больше! Кто больше? Давай еще! Давай быстрее! Нормативы! Сдаем! Куда бежать? Что делать? Это не наш метод. Мы разобрали технику выполнения. Приседайте правильно, и у вас будет красивая, упругая попа. Это важно не только для девушек, но и для мужчин. С вами был Дмитрий Мамонтов. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!